Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте вас поприветствовать сердечно в Москве. Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся так вот очно впервые. Есть о чём поговорить, сверить часы по ряду позиций. Но поскольку это первая встреча в этом году, конечно, хочется сказать, что прошлый год у нас был достаточно продуктивным. Мы, во-первых, серьёзно продвинулись в области строительства союзного государства. Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идёт, собственно говоря, давно уже развитие по очень многим из этих направлений. По сути дела, эти 28 программы просто обновили то, что планировали раньше сделать. Приняли концепцию миграционной политики, военной доктрину. В общем, проделана очень большая работа. Но что больше всего радует, это то, что активно развивается экономика. Вот я посмотрел, всё-таки солидный такой рост, 30 с лишним процентов, там 35, по-моему, 38 даже с лишним, и 35 почти миллиардов долларов в оборот. Это, конечно, очень хороший показатель, говорит о том, что то, что мы делаем в сфере интеграции, даёт отдачу, конкретную отдачу. Это же за этим стоят рабочие места и уровень жизни людей, заработные платы. Поэтому мне думается, что мы действуем в абсолютно правильном направлении, держимся. Всё это сегодня пообсуждаем. Спасибо вам за то, что приняли приглашение. Ну и, конечно, поговорим о региональной ситуации, оценим, как идёт военное сотрудничество. Сейчас активная фаза учений военных. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьёзных мероприятий вот в этом комплексе военного сотрудничества. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту эту. Я надеюсь, своими людьми. Есть действительно о чём поговорить. Экономика неплохо развивалась. Если бы эти внешние факторы, я имею в виду, прежде всего, инфляционные, которые нам подбрасывают со стороны, от них никуда не деться. Я вижу, и в России, и в Беларуси мы стараемся как можно, насколько это возможно, в рыночных условиях противодействовать инфляции. Это не так просто. Экономика, действительно, и в России, и в Беларуси развивалась в прошлом году хорошими темпами. Нам надо, очень важно сейчас, в начале года, настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому давлению экономическому, как против вас, так и против нас. Нам сложнее с этими санкциями, поэтому я хотел бы и вас проинформировать по этому вопросу, как развиваются события по основным нашим компаниям, что нужно ещё необходимо сделать для того, чтобы мы не снизили темпы. Главное – сохранить темпы, которые мы набрали в прошлом году. Но, как вы правильно сказали, развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них не получится, удушить они никак нас не смогут. Думаю, мы договоримся о том, чтобы придать большую здесь динамику. И военно-политический спектр, он сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнёров вышел на лидирующие позиции. Нам приходится реагировать и в плане наших учений военных, и дипломатии. Думаю, что и здесь тоже у них вряд ли что-то получится. Они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня уже, смотрю, выходят на второй раунд, пугая весь мир о том, что завтра мы нападём на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя и в планах никогда у нас, сколько мы не обсуждали эти вопросы, никогда не было. Но учить людей воевать мы будем, никуда от этого не денешься. Я вчера был на учениях, белорусско-российских, посмотрел и российские подразделения, и белорусские. Много было иностранцев, и журналистов, очень впечатляюще. Ну и, как вы говорили, завтра, если всё будет нормально, мы побудем с вами на интересном мероприятии. Также поучаствуем в этих мероприятиях. Это тоже наша жизнь, людей наших, наших белорусов и россиян. Словом, я благодарен вам за то, что мы с вами сегодня встречаемся, имеем возможность глаз на глаз обсудить проблемы наших отношений. Спасибо.